Всем привет, с вами Никита, а сегодня поговорим о предстоящем релизе iOS 16, который выйдет около 20 часов по Москве. Для начала поговорим о весе обновления и стоит ли вообще устанавливать систему. Вес обновления ожидается около 5 гигабайт, но все зависит, конечно же, от устройства и вашей версии текущей iOS. Например, конечно же, с какой-нибудь iOS 14 вес обновления может быть больше, чем с 15.5. И стоит ли ее устанавливать? Ну, конечно же, стоит, ведь там появится большое количество фишек, но здесь вопрос в автономности системы, поэтому смотрите следующее видео на моем канале. Я установлю iOS 16 и расскажу вам об опыте использования системы, стоит ли ее ставить, какие ошибки вылезают, баги, как с батареей вопрос обстоит. И поэтому подписывайтесь на этот канал, на телеграм, там я буду укладывать скриншоты своего использования. И вы поймете, стоит ли вам ставить систему или нет. Взглянуть на результаты бета iOS 16, то можно сделать вывод о том, что использование аккумулятора, в принципе, недалеко ушло от iOS 15. Немного стало хуже, но опять это бета, если сравнить беты iOS 15, какие они были, то ситуация обстоит хорошим образом. Ну а теперь поговорим о том, как правильно установить iOS 16 и что перед этим нужно сделать. В первую очередь необходимо просмотреть, сколько свободного места на вашем устройстве и освободить свое пространство. Желательно оставить половину от всего объема хранилища, то есть если у вас 64 гигабайт, то оставьте 32 свободного места, если 128, то 64, ну то и так далее. Но это в идеале, в принципе, 10 свободных гигабайт должно быть достаточно. Считаем о том, как лучше всего установить iOS 16. Есть всего два способа, через ПК или по облаку. Как лично я рекомендую устанавливать? Лучше всего установить систему через ПК, ведь она встает начисто, то есть количество багов, которые могут встретиться при установке, будет гораздо меньше, чем обновление по облаку. Через ПК скачивается более полный пакет файлов и идет проверка ошибок, как я вот это понимаю, поэтому лучше всего устанавливать через ПК. И по моему личному опыту я устанавливал и iPadOS, и iOS через разными способами, всегда по-разному. Но по итогу, через ПК, система всегда встает стабильнее, батарейка всегда держит гораздо лучше и лагов встречается гораздо меньше. Время о том, стоит ли создавать резервную копию при переходе на iOS 16. Мой ответ, конечно же, стоит, потому что все ваши данные сохранятся. Если вдруг система встанет криво, будет проблема, например, с автономностью или производительностью, то вы всегда сможете откатиться на iOS 15.6 или 15.7. Точнее, не всегда, но какое-то время такая возможность будет. Надеюсь, в этом видео вы узнали что-то новое и правильно установите систему. Еще раз повторюсь, что лучше ставить его через ноутбук, ну или ПК. В принципе, проблем с iOS 16 никаких не должно быть. А если вы хотите увидеть больше таких видео на эту тематику, то, пожалуйста, поставьте около 30, ну и давайте 50 лайков под этим видео, чтобы я понял, что эта тема вам интересна. Тогда я побыстрее пойду и сниму обзор на iOS 16, который выходит, повторюсь, в 20.00 по Москве сегодня. Поэтому ждите обновления, если оно не пришло, оно придет где-то в течение недели. Ну и всем пока!